Добрый день! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, как церковь относится к рерихам? Как можно относиться к человеку, который сует пальцы в розетку? Может быть, он не знает, что направленное движение заряженных частиц может произвести в нем работу, которая отрицательно может сказаться на его физиологии. И хорошо, если он два пальца сует, а если две руки, то где-то вот здесь может замкнуть. Поэтому как церковь относится к таким людям, которые идут поперек Бога? Конечно, с жалостью. С жалостью, тем более об этом церковь постоянно предупреждает. Евангелие постоянно предупреждает. Все Писание говорит об этом. И вот, в частности, апостол Матфей в своем Евангелии говорит. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищная. Вот самое печальное не то, что человек сует пальцы в розетку, а то, что находятся на свете люди, которые говорят. Сунь, пожалуйста, пальцы в розетку, и у тебя откроется третий глаз. Или ты станешь прозорливцем, или начнешь видеть будущее и прошлое. Вот человек сует пальцы туда, а что получает? Банальную работу физического явления. Направленное движение заряженной частицы. Производит в человеке определенную работу. Результатом является что? Обожженные пальцы, остановленное сердце. И, как крайний результат наказания, это проблема с головой. Вот в данном случае к Рерихам как относятся? Ну, все их учение является сатанистским. Это давным-давно всем известно. Но как к ним относиться? Как к заблудшим овцам. С жалостью. К сожалению, молиться о них, если им можно только в келейной молитве, и то не всякому. Но вот с жалостью и состраданием, которые мало того, что сами делают, что попало, еще и народ учат делать, что попало. И этим самым человека отвращают от Бога и привлекают к своим нелепым басням нечеловеческим. Вот примерно так. Аминь.